Хочу прославить нашего Бога и в подтверждение, вот мы читаем сейчас вместе книгу «Как лучше молиться» и продолжаем практиковать и видеть, как это работает. Вот хочу поделиться коротко с вами. В общем, все началось с того, что у нас Паша заболел, у него появился насморк, где-то месяц, наверное, у него был насморк, потом он начал кашлять пару дней, и потом я слышу, утром просыпаюсь, я слышу, что он хрипит, то есть он дышит, и такой хрип прям. И я помню из детства, когда меня врач слушал и говорил, о, хрипов нет, все хорошо, я понимала, что это хорошо, а если есть хрипы, значит, это не очень хорошо. И мы в итоге позвонили своему знакомому, он врач, попросили, чтобы он послушал, а он говорит, нет, 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 я детей не лечу, давайте я вас сейчас запишу на прием к своему знакомому педиатру. В итоге нас записали на прием, мы приехали к этому врачу, она слушает Пашу и говорит, очень плохо, очень плохо. И она прям в такой панике слушает его и говорит, у него двусторонняя пневмония, срочно в больницу, потому что, ну, она нам еще показывает, как у него тут спазмированные мышцы, говорит, смотрите, ему тяжело дышать. И реально я, ну, видела по нем, что он вот так дышал. Вот такое вот было, ну, короткое такое дыхание и такое тяжелое, и кашлял очень страшно, ну, в общем, это было ужасно. И когда эта врач там нам начала говорить, все, двусторонняя пневмония, срочно-срочно в больницу, госпитализация. Ну, мы, конечно, наверное, допустили страх в этот момент, потому что она такая очень убедительная была. И мы в итоге поехали в больницу. И в этой книге Андреома «Как лучше молиться» там он дает такую рекомендацию, что когда мы молимся, например, за исцеление, мы должны приказать горе. То есть вот как Иисус говорил, да, он подошел к смоковнице и сказал, засохни, смоковница, засохни. И смоковница засохла. То есть мы можем также молиться, мы можем конкретно проблеме приказывать во имя Иисуса Христа. И когда она озвучила диагноз, двухсторонняя пневмония, я тут же возложила руки и сказала, двухсторонняя пневмония, прям назвала ее имя, пошла вон во имя Иисуса Христа. То есть я конкретно пневмонии приказала. И мы поехали в больницу, и сразу же ему взяли анализ крови, поставили катетер, положили нас в палату, и только потом вкололи антибиотик. То есть сначала был анализ крови, потом был антибиотик. И на следующий день она приходит и слушает его. Я говорю, ну как? Она говорит, ничего страшного. Ну, хорошо. Потом она приходит, приносит анализ крови. Говорит, у вас все хорошо. Мы вас выписываем домой. И я понимаю, что анализ крови был взят до антибиотика. То есть это не антибиотик сработал, а именно молитва. Это именно Господь исцелил моего Пашеньку. И мы там чуть-чуть еще долечивались, потому что нам поставили диагноз в итоге острый бронхит. И мы просто там кушали продукты специальные для здоровья, для иммунитета. И вот он уже здоров, чуть-чуть насморк остался, и все. Так что слава Господу. Спасибо тебе, Господь. Давайте вместе помолимся, поблагодарим нашего Бога. Всегда есть за что его благодарить. Каждый день. Даже просто за то, что мы проснулись, то, что мы живы, здоровы. Мы славим тебя, наш Господь. Спасибо тебе за то, что ты есть в нашей жизни, что ты избрал нас, что ты спас нас, Господь, за то, что у нас есть эта надежда, у нас есть упование твое, Господь, за то, что мы можем уповать на тебя. Мы благодарим тебя за то, что мы проснулись сегодня утром, за то, что мы дышим, за то, что мы здоровы, за то, что у нас есть руки и ноги, за то, что у нас есть наши родные и близкие. Мы благодарим тебя за наших детей, что ты подарил их нам, что они здоровы, что они с нами. Мы благодарим Тебя за наших половинок, за наших мужей и жен. Спасибо Тебе, Господь, за все, что Ты даешь нам, Господь, потому что все, что у нас есть, все благословение, это все от Тебя. Мы благодарим Тебя за это, Господь. Слава Тебе, Иисус. Спасибо, что Ты умер на кресте за нас, за то, что руки Твои были изъязвлены, продырявлены, ноги Твои были прибиты гвоздями к дереву. Ты просто ужасно страдал и мучился, Ты истекал кровью, Ты был весь изранен. И Ты пережил это все ради того, чтобы мы были здоровы, чтобы мы, каждый из нас, чтобы мы были исцелены. Мы благодарим Тебя за этот подарок, мы принимаем его. Действуй через нас, Господь, Духом Святым. Пусть еще больше людей познают Тебя. Действуй через нас, чтобы мы говорили о Тебе, чтобы мы подбирали нужные слова, потому что Ты нам дашь эти слова в нужный момент. Благослови сердца людей, с кем мы общаемся. Приведи к нам людей, кому мы можем посвидетельствовать о Твоей славе. Мы благодарим Тебя, Господь, за наше собрание, за то, что Ты дал нам это здание, за то, что у нас есть наша церковь, есть наши пастыря, Господь. Спасибо Тебе за то, что мы можем иметь общение во Святом Духе. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы прославляем Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь.